Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это обзор планшета от компании Huawei. Называется он MatePad 11.5. В данном случае диагональ экрана имеется в виду. Но на коробке, как видим, написано Piper Mate Edition. На самом деле дело в том, что этот планшет заточен под электронные книги частично. Почему? И не из-за того, что у него специальный такой экран с матовым покрытием, который, как говорит производитель, собирает меньше бликов. И действительно блики, они как будто рассеиваются. Они есть, но их в разы меньше, чем на обычном планшете. Но на ярком солнышке читаться будет несколько хуже, несмотря на то, что экран неплохо раскален. Технология экрана здесь IPS, но это качественная, хорошая IPS-матрица. Но на улице читаться даже вот сейчас на осеннем солнце будет не так хорошо. Планшет в основном для использования в помещении. Здесь есть настройки электронной книги, при том сделано прикольно. В настройках нажимаем либо электронная книга цветная, к примеру, смотрите каталоги какие-то в PDF, либо режим электронной книги классический черно-белый. На самом деле очень напоминает электронную бумагу, вот особенно в черно-белом варианте. Ну, раз уж начал рассказывать об экране, тогда про него и продолжу рассказ, а после этого по внешнему виду, по характеристикам, по батарейке, камерам и, конечно, процессору, который здесь реально крутой, расскажу. Из минусов такого решения, как уже говорил, на солнце не так хорошо читается. Раз. Во-вторых, олеофобка странная, отчасти напоминает реально электронную книгу. Она неплохая, вроде вот скольжение есть, играть можно, я скачал сюда одну из самых тяжелых игр, не считая Геншин, это Мэдаут. Это тяжелая игра и она прям, забегая вперед скажу, неплохо пошла на этом процессоре. Управление нормальное, но все равно очень сильно отличается от других. Вот эта матовая пленка, плюс ко всему, она еще собирает отпечатки, периодически экран нужно протирать чаще, чем мы это делаем со своими телефонами. Но это все минусы, в остальном решение здравое. Плюс 120 Гц, плюс достаточно большой запас по яркости, с поправкой на ярком солнце IPS считаются хуже, но неплохая цветопередача, неплохо с ним именно работать дома, либо в поездке, в поезде, в самолете, метро и так далее. Разрешение достаточно высокое, но для планшета это Full HD+, с запасом даже. Получается 230 пикселей на дюйм, это меньше, чем 300 пикселей на дюйм в смартфонах, к которым мы привыкли. Но справедливости ради, на больших экранах этот принцип уже не так сильно действует. На самом деле, зерно не особо бросается в глаза, и планшет стандартный. Бывают планшеты в более высоком разрешении у того же Huawei, но и стоят они на порядок дороже. По экрану вопросов нет, кроме вот тех нюансов, например, олеофобка странноватая и отпечатки собирает. Все, в остальном реально хороший экран, хороший планшет по качеству экрана. Четыре динамика, достаточно громких и четких. Громкие, если вам это важно, можете, конечно же, фильмы смотреть, ролики с YouTube, что-то еще. Разъем USB Type-C 7700. Батареи это очень много, очень много. Даже на высокой яркости хватит в районе 9 часов воспроизведения видео Full HD+, с полным покрытием экрана. Это хорошо. Но зарядка, честно говоря, слезы. 22,5 Вт на 7700. Ребята, данных я нигде не нашел. Честно, заряжается очень медленно. Это в районе 2,5 часов вы его заряжать будете. Это очень много, очень. Но с другой стороны, и разряд не такой большой. Это планшет. Это не телефон, который нужно каждый день заряжать. Это вещь даже не на каждый день для большинства пользователей. По кнопкам управления. Тут, в принципе, стандарт. У нас тут качельки громкости, кнопка включения, динамики с боков. Сверху два дополнительных микрофона. Для чего нужно, если вы разговариваете, к примеру, по мессенджеру. Сюда можно поставить мессенджер. Связи здесь нет. 3G, 4G. Но можно через Wi-Fi использовать. Стоит, кстати, он на официальном сайте 25 тысяч рублей. В других магазинах может стоить. Других денег нужно смотреть, мониторить, если кто-то заинтересовался. Новый обзор до конца досмотрите. Я и плюсы, и минусы рассказываю. С внешним видом почти разобрались. Единственное, отвечу, он большой, тяжелый. 499 грамм. Но здесь оправдан за счет большой батарейки. 11,5 дюймов экрана. Это цельный кусок алюминия. То есть, переходов нет. Это цельный. Вот этот все корпус. Это алюминий. На самом деле, прикольно. Единственное, опять же, пачкается. Но это я уже придираюсь. Но не отметить это я не могу. Отпечатки он собирает. Не так плохо. Черный собирал бы еще больше. Но можно для него докупить фирменный чехол с клавиатурой. Можно. В комплекте он не идет. В комплекте только зарядка, кабель USB Type-C и сам планшет. Камера. Тут гордиться производителю нечем, на самом деле. С другой стороны, планшеты не стоят каких-то огромных денег. На мой личный взгляд. 13 мегапикселей камера. Обычная. Вспышки нет. И 8 мегапикселей фронтальная. Через фронтальную реализовано распознавание лица, естественно, видеосвязь и так далее. Фронталка средненькая по качеству. На уровне вообще дешевого телефона. Основная камера тоже довольно-таки средняя. Я у того же Huawei видел камеры выше класса, но справедливости ради и планшеты стоят дороже. Просто для галочки фактически. Сфотографировать какое-то расписание, что-то сфотографировать, но эти фотографии даже на экране телефона, не то что планшеты, будут казаться довольно средненькими. То же самое с качеством видео. Есть поддержка 4К с основной камеры. Печально. Трясет. Просто забыт. Есть Full HD. То же самое. Еще хуже и опять же трясет. Поэтому здесь эта функция просто для галочки. Тот самый случай. Как вот лет 7 назад планшеты делали, большинство камеры были просто на отвали. Здесь то же самое, к сожалению. Но это единственный минус этого планшета. Остальное здесь все, что заявлено на справедливости ради, работает хорошо. И особенно мне понравился процессор. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 реально классный. Реально классный. Зря ничего не хвалю. Но троттлинг-тест прошел изумительно. Не нагрелся. Вот что значит. Производитель грамотно распределяет тепло. Площади много. Нагрева нет. Частота не падает процессора. Процессор хороший. Позволяет играть, если вам это важно. Те же самые PUBG Mobile. Какие-нибудь гонки крутые. Genshin потянет. Не на максимальных там, по-моему, нигде не идет. Ну вот, пожалуйста. Mad Out. Это реально крутая игра с сумасшедшей прорисовкой. Без лагов и тормозов он ее тянет. Это о многом говорит. Это реально очень круто. Как игровой вы можете его взять. Безусловно. Ну и подводим тогда итоги. Несколько слов об оболочке. Естественно, это Android, но Google сервисов здесь нет. Есть App Gallery. Там есть практически все. Я вот сам пользовался, когда я зимой ходил. Где-то месяца два, два с половиной. Я с Mate 50 Pro. Это крутой флагман Huawei. И сколько тестирую технику. На самом деле есть маленькие совсем нюансы. Но в целом, если вам нужны Google сервисы, если у вас на них завязан там календарь, восстановление данных с WhatsApp, к примеру. Да просто, не знаю, там записная книжка, Gmail пользуетесь. Если вы привыкли к Google, здесь есть возможность это реализовать. Нужно ставить программу из самого же App Gallery. Ничего колхозить не нужно. Куда-то переходить, что-то скачивать. Это если вам нужны Google сервисы. Можно все поставить, все будет работать. Эта программа будет подъедать немножко энергии, но в целом проблем не будет. Процентов 5 она где-то за сутки съедает. Я так по своим ощущениям понял. Ну, по моим ощущениям точнее. А если вам Google сервисы не нужны, вы в принципе можете с учеткой Huawei, притом можете Яндекс использовать. Просто все люди разные. Помню, лет 7 назад многие кричали, зачем нам эти Google сервисы? Выковырчивали их, сидели на 4PD, вытаскивали там из других, из флагманов, там из тех же Huawei даже, из Samsung, там из Sony, вытаскивали эти Google сервисы, перепрошивали на какой-нибудь там CyanogenMod и у меня нет Google сервисов. Сейчас наоборот все говорят, дайте мне Google сервисы. Суть еще раз. Вы можете все это поставить здесь, скачивая сэпгаллери, приложение, JSPACE, например, есть такое. Все будет работать. Единственные нюансы вот у меня за все время, с чем я столкнулся, это PUBG Mobile, посчитала игра, когда я через этот эмулятор, это называется эмулятор официально как бы, у меня система посчитала, что я использую чит-коды, в остальном все работало, сыпались уведомления все. Я скачал браузер, я использую Chrome, и все это синхронизация, вся была, все кодовые слова, игры, естественно, запустились, с Play игры тоже, но, повторюсь, этого можно не делать и можете пользоваться просто без Google сервиса, связаться с Huawei с учеткой, связаться с Яндексом, здесь Яндекс плотно есть и браузер и так далее. Это, чтобы вы понимали, просто не все, возможно, это знают. Подведя итоги, могу сказать, что за 25 тысяч, он столько стоит на официальном сайте Huawei, вы получаете мультимедийное неплохое устройство с хорошим экраном, с поправкой, что это не для улицы, не для яркого солнца. Своеобразное, конечно, у него покрытие, матовое, своеобразное, но пользоваться можно, вполне, особенно, если вы любите почитать, это намного лучше, чем на обычном планшете. У Huawei именно настройки есть для чтения, повторюсь, черно-белый, очень спокойный для глаз, и вообще с цветом, но тоже спокойный, и мерцания нет, потому что это IPS. Хорошее, очень железо, можно монтировать, можно использовать редактор видео на нем, если вам вдруг нужно. Не ноутбука хотите на планшете, пожалуйста. Притом в WebGallery очень много программ, там, прям, магазин, в нем еще один магазин, и еще один, там, переход идет на сторонние сайты, ну, все это под контролем Huawei, как я понимаю. Можно скачать АПК-файлы каких-то приложений, куча всего. И если вам важно, вы можете оплачивать в этой экосистеме, кстати, можно оплачивать покупки, что-то еще, это все работает. Повторяться уже, в общем, не буду, единственное, еще раз отмечу, два микрофона, это хорошо, это шумоподавление, хороший звук лавливает хорошо, умные алгоритмы обработки изображения для видеозвонков. Отдельно докупить можно чехол, клавиатуру, но в целом здравое устройство. Если забыть про камеру, которая здесь просто для галочки, говорю третий раз, но она реально вообще никакая, то в остальном очень интересное устройство, посмотрите. Ну, а я, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны, с уважением, Давид Арстайл. Счастливо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok